Что значит неосвященная икона? Вы знаете, существует такое понятие, значит, ее ввел Успенский, богословие иконы, да, осмысление иконы. Так вот, исходя из богословия иконы, мы все знаем хорошо, что с момента написания изображения святого и написания его имени, икона становится иконой, без всякого освящения. А священие – это уже та традиция, которая появилась позже, и она не столь принципиальна, как изображение самого святого и написание его имени, потому что мы через видимый образ возносим свой ум и свое представление, свою молитву к первообразу. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это святыня. Не важно, что она бумажная, не важно, что там освящал ее патриарх или кто-то там из священника, это не имеет никакого значения. Более того, как я понимаю из телефонной записи, которая была выложена в интернете, как раз отец Виссерон пытался это объяснить, значит, когда он разговаривал с теми людьми, которые выносили эту икону. Поэтому с этой точки зрения, безусловно, это так поступать нельзя было. И здесь я не могу не вспомнить такую очень известную, оемкую и с глубочайшим смыслом фразу, существующую в абхазском языке. Эта фраза звучит следующим образом. А нахаяш цос, а цо, а гудрецо. Что это значит? Человек, привыкший к святыне, в данном случае к иконе, превратил ее в мишень для тренировки метания копья. Вы вдумайтесь, какой глубокий смысл наши предки вложили вот в эту фразу. И поэтому мне кажется, то, что вот сейчас мы наблюдаем, это недопустимая вещь. Мне кажется, еще важно всегда понимать, что мы с вами, по крайней мере, простите, не все может быть, но мы с вами в своей истории, как абхазский народ, мы всегда брали в пример самое лучшее, а не самое худшее. Мы не можем становиться на тот же уровень, на который иногда становятся известные грузинские политики, как прошлого, так и нынешнего, да, политического грузинского эстаблишмента. Мы не можем становиться на тот уровень, на который становятся грузинские церковные деятели, в головах которых, кроме национализма и целостности грузинской территории, нет ничего, никаких евангельских представлений о жизни. Мы не можем, я еще раз повторяю, на этот уровень опускаться, потому что тогда не имеет никакого смысла. Ведь Господь все эти века и все эти тысячелетия, кто только не пытался нас захватить, уничтожить, значит, выслать и так далее. Кто только не пытался в Абхазии. Многое из этого не удалось, и в том числе, именно потому что мы всегда старались вот этот уровень, человеческий уровень, с большой буквы человеческий уровень, выдерживать. Ну, в конце концов, откройте для себя новеллы Михаила Лакарова. Прочтите, прочтите. И сравните это с образом мышления современных Абхазов и с образом поведения современных Абхазов. И многое вам станет ясным. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что так все-таки поступать нельзя было. Еще один момент, который я особо хочу подчеркнуть. Те люди, которые непосредственно принимали участие, выносят иконы и так далее. Я хорошо знаю многих из них, по крайней мере тех, кого я видел в видеоролике, с уважением, с большим уважением отношусь. Но, друзья мои, я думаю, что вы прежде всего оскорбили ни грузинских политиков, ни грузинское духовенство, вынося эту икону. Вы тем самым, как мне кажется, оскорбили абхазское духовенство. Почему? Потому что вот то, что я вам говорил, оружие надо оставлять за пределами храма. Я один из тех, кто стоит в храме, а, соответственно, в данном случае в Лорском храме, решать подобного рода вопросы может только настоятель этого храма, в данном случае, романах Сергий Джопо. Либо его непосредственное руководство, то есть руководство Сухума-Петсунской епархии. Но не абхазские политики, а абхазские общественные деятели. Этого нельзя ни в коем случае делать. И нельзя было так делать. Абриякунка акклакцаза лахина и хаинтац.